Так, у нас соперник посерьезнее. 2205. Да, да, 200 это уже достаточно приличный кандидат в мастера. Какой делаем ход? Зачем? Мы все по стандартам. Какой стандарт? Ну, сейчас посмотрим. Не трогай эту пешку, я вижу, ты не тянешься. А, ну, это можно. Не, я мат пошел ставить. Не понял смысла. Я сейчас, я не ждал, что люди такие жадные. Ты думал, все будут бояться, как предыдущий соперник? Да. Нельзя же врать в бежки так много. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Все нормально. С САЦИ-4 будешь куня в 6 играть. Ладно, ну ладно, принесло пока. Так, мы еще пожестче, Д5, Д5. Давай Д5. Д5 пожестче. Мне кажется, можно уже мне вступать. Нет, смотри, какие симпатичные, какой симпатичный центр. О. Нет, тут, наверное, перегревать не будет сыграть. По-моему, отлично, у нас все по местам, пешки H5, G5, центральных нет, а у него кубик. Как тебя? Так, напали на мат. Нет, тут как бы выбора уже прихоньку не остается. Ты весь свой, все свои возможности к выбору уже из расходу. Нет, ну, по-моему, дебют гениальный, нет? G4, G5. Смотри, мы вскрыли центральные вертикали, мы по ним взойдем. Да, да. То есть, ты чувствуешь вообще всю боль, которую ждет соперника? От какой фигуры будет основная боль исходить? Я думаю, от коня с Е5. Нет, из наших фигур. А, от коня с ББББ 8 до этого. А попастише животное. Ну, задумался соперник. Минуту уже привозим. Ну, конечно, с такой игрой. Иран. Граница. О. Так, тут за нас принялись всерьез. Чувствую. Так, а что это за? Можно сказать, все, фигни. Почему? А что делать? Слон Е7? Слон Е7? Ну, тогда сломит Е7, потом конь Е6. А-а-а. Нет, если взять, конь Е7, король Е7, конь Е6, фе, ферзев 7, король Д6, конь Е6. Давай просто, давай, пусть удаст мат, пусть докажет. Пусть докажет. Может быть, у нас вообще другие планы, он собирается логику брать. Уже, вот, неплохой ход. Тут уже, мне кажется, по-прежнему отыграет. Нам отыграет? Не, он его поставит, наверное, даже. Так, нужно бежать. А куда? На Д8, наверное. Я понимаю, чем заглазка, то там он возьмет на Б7. Ну, это совсем плохо. Ну, там будет грозить коня в 7, вилка, и ладья висит. А-а-а. И ладья будет висит, да. Ты предлагаешь, ты предлагаешь, как сыграть? Может, сгодимся? Ну, Д6 под мат. Ну, а вообще, может, лав взять, например? Ну, это страшно, это пиздительство. Так, у нас, по-моему, уже все. Наши дети, стой шанс, что у него разбегутся глаза. А что, кстати, по материалу? У нас не хватает четырех пешек. Так это все? Идем венч. Слушай, так это не так много. Тут еще вагон борьбы. Активность, активность, пожалуйста. Слушай, ну ты чувствуешь? По-моему, где-то мам был форсированный. Конечно, был. А сейчас без четырех пешек. Это все меняет. Однозначно. Так, мы заходим, но там не дают, к сожалению. Ну, конечно, когда у сперника четыре лишние пешки, ему довольно легко мешать всем нашим планам. Нет, зато у нас 20 с лишним секунд. Часть это. Что, ладья Ф6, ладья Ф8. Ладья Ф6. Вот бы если мы одну пешку бы выделили, то вся эта цепочка уже будет не настолько мертва. Но пока она совсем ограничивает. Хоть одну пешку надо вытернуть каким-то чудом. На Ф2, да? Появится шанс. Ну, кстати, вот монопальный Ф2, как защищать-то? Ну, ладья Ф8. Ой, ладья Ф1, да. Аж, 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 конь, ж3. Ага, тут уже все плохо, да? Нет, даже если мы заберем вот такая, что все равно будет очень много материала не хватает. Нет, мы не сможем взять на Ф8, потому что слон на Ф4. Ой, на Ф1 мы не сможем взять. А как слон на Ф4? Ну, смотри, два мешка, думаю, перебились много, ох. Так, ну, это уже неважно. Чего-то он мат какой-то хочет дать мне. Да, он хочет идти, если мы возьмем, он хочет в итоге залезть сюда, 1 ладья, 2 ладья, 2 ладья и дать мат на опережение. Но мы не возьмем. Мы же можем не брать, потому что мы можем взять на С2. Можем взять на С2. Там была ладья Д2. Ладья Д1, ладья Д2, повторение ходов. Нас устраивает С1. Ну, конечно, устраивает его не будет. Так, ну, нас уже что у нас? Всего 3, минус 3 пешки. Да, это все, это, по-моему, достижение. Так, а вот если ладья Д2 не будет сыграно? Так. Если шах, и залезть. Шах, лад, закроется. В число, но это и хороший ход, конечно. Обидно, слушай. Но что-то должно быть. Может быть, ладья Ж2? Ладья Ж2, ладья Д2 начнет плавить. Да, мы уже поймал, кстати. У нас в любом случае 20 лишних секунд. Вот, ладно. Ладно, уберем сюда. Сейчас ладья Ф1 пойдет. Это будет печально. Ладно, ладья Ф1 возьмем и сыграем АЖ. У нас еще одна пешечка появляется. Да. И еще одна пешечка. И мы всего без одной. Это явный прогресс. Лица, в принципе, она все равно безнадежна. Ему, кстати, стало попроще ее играть. У нас уже не так мало пешек. Так, может быть, еще попробовать отыграть? Я пошел тоже. Как ее держать? Значит, что нам предстоит тяжелое время. После ладья И6 соглашаться на ничью или играть на победу. С 30 секундами в запасе. Так, а туда мы не можем идти? Что, играем на победу? А туда мы не можем идти? Не, давай проверим, собираются повторять или нет. Мне просто интересно. То есть, вам главное не нарвись на случайное? Не, ну да, если... Он не будет повторять. Ну, такое слишком мобильное выпускать. Ну, я бы, наверное, не повторял. Я бы играл. Ну, и он будет играть. Ну, чтобы играть, надо ход сделать. Это не так легко. Ну, это ладья И2, что ли? А, нет, стоп, стоп, что-то я вообще... Опа. Так, ну это надо сюда, а потом король Д7 уже пойти. Да, прогнать. Хотел ничью, да, кажется? Ну, конечно, нет. Если бы я повтор... Я мог уже повторить. Так, ну это шах. Ну, придется играть слон Д1. Тогда я забираю корневую пешку. Или он может отдать качество. Да, блин. Почитаю, что-то пешку отдать. Но это такая пешка, что может следом еще одна упасть. Это будет очень смешно, если позиции, где у нас не хватало 4-х, и он мог при желании остаться с 5-ю лишними, мы будем играть ладейник у нас с лишним материалом. Так, ну ладей А4 надо включать? Король Д2, тогда. Надо подумать, как-то лучше исполнить. Надо позиция объективно все еще ничейная. Ну, конечно, мы уже на победу играем. Ну, так вот, одинаковое количество материалов. Как здесь можно выиграть вообще при нормальной игре? Нет, пешка Ц5 очень слабая. Она, скорее всего, потеряется. Будем две на одну играть. У нас король ближе. Это пешка Ц5 не жилет, она потеряется. Ничего не сделаешь. Сюда? Вот, может быть, он хотел идти куда-нибудь там, не знаю. На F3, например. Рано было включать. Да, я никогда не хотел идти. Просто ход. Ну да, да, конь-конь-ж5, там, конь-4. Нет, почему конь-ж5? Хотим пешку уже съесть. Пора уже с ней что делать. Ну, забрали. Вообще, слабо подставлял, но это уже не важно. Мне кажется, это техническая позиция. У него король очень далеко. Да, сдался просто. Слушай, ну... Получается забавно. Партия, в которой не хватало пяти, закончилась одной лишней. Нет, он серьезный. Да. Погоди, давай покажем. Давай покажем момент. Вот этот момент. Вот в данный момент не хватает пяти пешек, правильно? Ну. Вот в данный момент не хватает пяти. И, например, он мог здесь взять пятую. То есть был момент, когда мы были без пяти пешек. Да. Пяти пешек не хватает, без ферзей. Храничная позиция. По пять минут. У нас одна лишняя. И смогли число назад. Так, ну ладно, всем спасибо. Это не важно. Мне кажется, то, что мы забрали пешку, это лучше. Почему? Это как бы мы показали. Да. Можно съесть 20 ходов, 6 пешек. 7 пешек. Да, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok